Глава двадцать пятая В течение двух часов мы наблюдали из окон машин за животными, расхаживающими вокруг. Какое приятное и расслабляющее времяпровождение! На обратном пути мы пообедали в ресторане «Ноев Ковчег», где рядом находились макет скини Моисея и книжный магазин, принадлежащий еврейской семье. К тому времени мы уже многое познали о еврейских корнях христианства, Поэтому при виде скини Моисея, священников, овец, ножей в крови и горы Синай мы понимали намного больше обо всем этом, чем раньше. Картины путешествия израильтян по пустыне были нарисованы на стенах. С интересом разглядывая, мы были глубоко тронуты увиденным и пережили особое чувство сострадания к судьбе народа Израиля. Это был удивительный день для нас. Мы осознавали, что стали другими, и многие вещи начали видеть по-новому. С большим интересом мы слушали рассказ экскурсовода о скини Моисея, узнавая много нового для себя. Затем мы посетили комнату с информацией о «Ноевом Ковчеге» и еще раз прослушали знакомую нам историю. После чего мы заглянули в книжный магазин, где я просматривала книги. Олег нашел свои драгоценности – шафар и талит. Он знал их назначения и очень хотел иметь их у себя дома. Позже я прочитала в Библии, что когда евреи трубят в шафар, Бог вспоминает их. А талит помогает им отделяться от мира, когда они накрываются им и молятся. Радушная хозяйка магазина подарила нам свою книгу, где она писала и свое исцеление Богом, и о служении Богу, и как ее семья построила ресторан «Ноев Ковчег». У них не было ресурсов и поддержки, но Бог им помогал. Они начали строить, имея только свою веру. А затем Бог послал им ресурсы и людей в помощь. С помощью «Ноевого Ковчега» хозяева смогли достучаться до сердец многих людей и выполнить большую работу для Бога. Уже по пути домой я смогла прочитать большую часть ее книги, и прочитанная очень меня вдохновила. На улице стемнело, и мне пришлось закрыть книгу. Олег ехал и слушал музыку. Дети спали, а я пыталась справиться со своими мыслями, переполнявшими меня. Слезы застилали мои глаза, но я пыталась не показывать это Олегу. Смотря на звездное небо, я в мыслях говорила Богу, что люблю Его еще сильнее, чем когда-либо раньше. Я была готова сделать для Него что-то большее, поэтому попросила, чтобы Он начал использовать меня для Его славы. Я молилась, не осознавая, что Бог действительно слышал мою молитву, и что хорошие перемены в моей жизни начнутся очень скоро. Именно этот вечер стал началом больших изменений и в жизни Олега, ведь у него теперь были свои Шафар и Талит. Пришло время, когда мой муж решил внести серьезные изменения в свою жизнь, в свою веру в Бога и в свою любовь к Нему. Я видела, что Бог был рядом с Ним, обучая Его библейским истинам. То, что происходило в жизни Олега, было похоже на переживания царя Давида из Псалома 119. Душа Олега истомилась от горя, но Бог укреплял его. Олег учился следовать Божьему закону и хотел исполнять все заповеди. Проблема и горе пришли в нашу семью, но Божьи заповеди были утешением для моего мужа. Мы не хотели оставаться просто религиозными людьми и продолжали изучать Библию. Что-то неописуемо прекрасное происходило в наших сердцах. Еврейские песни о Боге Авраама, Исаака и Якова всегда играли в телефоне у Олега. У нас были мурашки по коже всякий раз, когда мы их слушали. Часто муж выходил на улицу, смотрел на звезды, поднимал руки к небу и просто плакал перед Богом. Он благодарил Творца за нашу семью и за наш прекрасный дом. Все то, чего мы не заслужили, но Бог подарил нам. У нас было все, в чем мы нуждались. Кем мы были? Простыми иммигрантами. Но Бог любил и благословлял нас. В те дни Олег жил Богом, говорил о Боге и был пропитан Словом Божьим. Я заметила, что первый псалом из Библии наконец начал сбываться в жизни моего мужа, который день и ночь размышлял о законе Божьем. Там сказано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. «Раньше, читая этот псалом, я не могла видеть в нем моего мужа, потому что мы почти ничего не знали о законе Божьем и никогда его основательно не изучали. Мы были научены жить по Новому Завету, но по какой-то причине Олега продолжали тревожить вопросы. Почему мы не исполняем все Божьи заповеди? Кто и когда их отменил? С каких пор стало можно кушать нечистую пищу? Почему мы почти ничего не знаем о Божьих праздниках? В процессе изучения мы узнали, что до сих пор существует Божий календарь, исчисляемый так, как заповедал сам Бог, и что многие люди еще празднуют Божьи праздники в те дни, что указаны в Библии. Мы также узнали, что есть очень много языческих праздников, с чем мы соприкасались, даже не сознавая этого. В пророчестве Даниила 7 главе 25 стихе мы прочитали, что дьявол возмечтает отменить праздничные времена и закон, и мы хотели знать, что это значит. Несомненно, перед нами открывались новые знания, которые Бог постепенно приотворял нам. Мы поняли, что есть нечто большее, и продолжали изучать Библию. Продолжать находиться в нашей церкви нам было нелегко. Я часто прятала слезы, когда видела двух других малышей, родившихся в то время, что и Илюша. Они были здоровенькими и счастливыми, а нашего сыночка не было с нами. Иногда я замечала слезы на глазах Кристины, когда она смотрела на маленьких детей. А в дни совершения молитв за младенцев я просто выходила из церкви в слезах. Мои дети часто жалели, что Илюши не было с ними. У них было желание носить своего младшего братика на руках и заботиться о нем. Но они были лишены этой возможности. В один из тех дней, когда я привезла наших детей на детский хор, я посетила разбор Божьего Слова. Тема была такая, насколько жестоко мы должны поступать с теми, кто грешит. Мне это было непонятно, потому что я знала, что Иисус учил всех любить и не осуждать никого. Затем ведущий разбора Слова добавил, что Бог дает больных детей грешникам, если они не раскаются. Это был, как удар ножом в мое сердце. Я не могла согласиться с таким учением. Я знала, что мы не грешили и что Бог не наказывал нас больным ребенком. Я понимала, что нам нужна была перемена в жизни, чтобы исцелиться. Ценности нашей церкви начали отличаться от наших. Мы хотели найти церковь, которая будет представлять наши ценности, приносить радость в нашу жизнь и удовлетворять наши потребности. В один из вечеров мы встали на колени, чтобы помолиться Богу, и я услышала необыкновенную молитву Олега. Боже, Ты видишь все мои вопросы. Как Ты послал Филиппа, чтобы ответить на вопросы Евнуха, пожалуйста, пошли и мне, человека, кто бы мог дать нам удовлетворяющие ответы на наши вопросы. Через три дня произошло настоящее чудо. Наш Миша пришел из школы и спросил, может ли его новый друг Ави прийти к нам поиграть. Мы, конечно же, разрешили. Услышав фамилию друга, мы удивились, потому что слышали, что его отец был пастором еврейско-мессианской общины у нас в Анковере. Мы были в курсе о том, что они поклонялись Богу в субботу, ели коширную пищу, с великой радостью праздновали Божьи праздники, и верили в Сына Божьего Иисуса, как в Мессию, которого они по-еврейски называли Иешива. Олегу нравились его проповеди, которые он часто слушал по радио. Через час этот пастор заехал к нам домой, чтобы забрать сына. Мой муж поинтересовался, есть ли у него время зайти и ответить на наши вопросы. Пастор оставил свои планы и семью, и весь вечер провел с Олегом, отвечая на его вопросы. После их беседы мой муж был сильно удивлен, что, разговаривая с пессианским пастором, он мог его понимать. В то время Олег уже много знал о еврейских корнях христианства и был так благодарен Богу, что через этого пасторя Бог ответил ему на многие вопросы. На следующий день после работы Олег сказал мне, что он готов перестать работать в субботу, начать праздновать Божьи праздники и есть только кошерную пищу. Изменения в нем и настораживали, и радовали меня. Я видела, как мой муж на глазах преображался. Он стал настоящим священником в доме. Он хотел читать Слово Божье, любил Бога всем сердцем, являлся прекрасным примером для наших детей. Всякий раз, когда мой муж говорил о Боге, его лицо просто сияло от радости. Рана от потери Илюши в его сердце была еще очень глубока, но постепенно она исцелялась и заполнялась Божьей любовью и Его Словом. Я в то время еще не была готова делать какие-либо изменения, понимая, что мне нужно время, чтобы исследовать и найти ответы на свои вопросы. Я хотела, чтобы сам Бог научил меня и показал мне это в Библии. Я знала, что мой муж нашел для себя нечто очень значимое. Хоть я до конца всего и не понимала, но я его поддерживала. В следующую субботу мой муж не пошел на работу, а остался с нами дома. Позавтракав, он начал читать нам Библию. В тот день он научил нас очень многому, читая об Аароне, Мириам и Моисее и сравнивая их с нашими детьми Давидом, Кристиной и Мишей. Он также рассказал нам об Иисусе и о Его распятии, объяснив, что нам больше не нужно совершать переношения и жертвы животных, потому что Иисус умер за нас раз и навсегда, и теперь ходатайствует за нас пред Богом. В конце Олег объяснил, что Библия – это книга Божьих инструкций для жизни. Мы должны любить ее, читать ее, изучать ее и трепетать перед Словом Божьим. Мы с детьми слушали Олега с неподдельным интересом. Когда мы встали на молитву, слезы радости катились по моему лицу. Я не могла поверить, что мне не нужно просить мужа почитать Библию нашим детям. Он сам хотел ее читать. Мне не нужно было заставлять наших детей сидеть и слушать. Они хотели слушать Слово Божье. И вместо скучных историй, истории моего мужа были живыми, содержательными и практичными для нас. В тот день со слезами радости я поблагодарила Бога за все хорошие перемены в нашей семье. Я чувствовала, что Бог был так близко к нам. И все благодаря Илюше. Через неделю, а это было в субботу, 2 июня 2011 года, ровно 7 недель после смерти Илюши, мы впервые посетили еврейскую мессианскую общину в Ванкувере. Таких служений я никогда раньше не видела. Я испытала столько радости, когда услышала, как они поют затрагивающие душу русские, американские и еврейские песни, когда увидела, как они жестами восхваляют Бога, и особенно, когда услышала полную смысл проповедь мессианского раввина отца Ави. После того собрания у нас появилось еще больше вопросов о Боге и о жизни, которые нам предстояло исследовать. Медленно проходило время. Мы часто посещали мессианскую общину по субботам, а по воскресеньям продолжали ходить в нашу церковь, где нам уже было нелегко находиться. Мы понимали, что нужно что-то менять, чтобы исцелиться. В те дни нам уже не важно было, что подумают о нас люди. Нас больше беспокоило то, что о нас скажет Бог. Мы осознавали, что это наш выбор и ответственность определить для себя, кто мы, во что мы верим и что мы будем делать дальше. Всем нашим изменениям предшествовало много личных знамений, которые нам были непонятны, но которые ясно указывали, что происходит что-то необычное. Например, мой первый сон об Илюше. Мне приснилось, будто он находился в больнице и медсестра заботилась о нем. Я попросила, могу ли я подержать сыночка, и медсестра разрешила мне. Обняв Илюшеньку, я разговаривала с ним, и он улыбался мне. Затем я просто сидела с ним, держа его близко к груди и наслаждалась каждой секундой с ним. Это был такой хороший сон. Когда я проснулась, мне стало грустно от того, что это был всего лишь сон. Я лежала и просто вспоминала драгоценные минуты с Илюшей. Затем я попыталась понять, какое было число в тот день, и была потрясена, сообразив, что со дня смерти Илюши прошло ровно семь месяцев и семь дней. Сначала я немного испугалась и попыталась понять, что происходит. Но потом я просто поблагодарила Бога за то, что Он работал в моей жизни, что Он оставался рядом со мной, и что Он был настолько добр ко мне, показав мне нашего сыночка во сне. И такие подобные совпадения были неодноразовыми. Мне не давало покоя, почему это несчастье произошло, когда мне было 33 года, Почему я родилась в 1977 году? Почему мы поженились в 1997 году? Почему молитва Олега с просьбой к Богу открыться нам реально была в 2007 году? Почему Илюшенька прожил ровно семь месяцев и семь дней? Почему он ушел к Богу в седьмой день недели, в субботу? Почему именно через семь недель после смерти Илюши мы попали впервые в мессианскую общину? Почему именно через семь недель после его смерти я говорила мое первое свидетельство на женской конференции? Почему именно через семь месяцев и семь дней с тех пор, как нас сыночек оставил, Бог впервые показал мне сон о нем? А также, почему и эта книга писалась ровно в семь лет? Я знала, что Иисус был распят в 33 года, а семь было число Божьей полноты. Оглядываясь назад и замечая все эти моменты, я ясно осознала, что Бог запланировал нашу жизнь задолго до нашего рождения. У Бога были Его даты и сроки, уже записанные для каждого из нас. Я также осознала, что если бы я не писала книгу и не пыталась бы вспомнить, что случилось и когда, я бы, наверное, никогда не обратила внимание на такую близкую руку Бога в моей жизни. Когда мы с Олегом продолжали изучать Библию, мы ясно увидели, что Библия пропитана числом числом 4, 7, 12, 17, 40 и 70, но больше всего числом 7. А в Ветхом Завете число 7 употребляется 700 раз. Мы знали, что это число Божьей полноты. Это число вдохновляло нас. Так приятно видеть, как Бог работает в нашей жизни. Однажды произошел еще один случай, который подтвердил, что мы с Олегом движемся в верном направлении в своих исканиях. Я поехала на прием к врачу. Ему требовалось 45 минут, чтобы проверить нервную функцию моих рук, которые я поранила 3 года до этого, и боль все еще не проходила. Доктор начал исследование нервов, и мы просто разговаривали. Обычно я мало говорила об Илюше, но по какой-то причине я начала именно с него. Я рассказала доктору о том, что мы пережили, и как наша жизнь изменилась через Илюшу. Также и о том, что мы перестали работать в субботу, перестали есть нечистую пищу, были готовы соблюдать все заповеди Бога и праздновать его праздники. У нас было еще множество вопросов, но мы ясно понимали, что нам надо было сделать некоторые изменения в нашей жизни. Врач перестал делать то, что делал, и широко раскрытыми глазами спросил, «Правда? Это те изменения, которые вы сделали в своей жизни? Ты знаешь, Оля, тебя сюда Бог послал. Я адвентист седьмого дня и хожу в церковь по субботам. Но я хожу туда из-за своих друзей и потому, что этого хочет моя жена. Люди в нашей церкви не должны есть свинину, но они ее едят. Пару лет назад я начал спрашивать себя, есть ли Бог на самом деле. Я больше не чувствую, что верю в Бога. Но твоя история так затронула меня. Вы с мужем потеряли ребенка, и вместо того, чтобы отвернуться от Бога, вы любите его еще больше. Ты напомнила мне, что Бог реален. Теперь у меня есть о чем подумать. Я должен сделать серьезные перемены в своей жизни». Я вышла от врача и не могла поверить в то, что произошло. Затем я позвонила Олегу и рассказала ему о чудо-разговоре с врачом. Олег мне ответил, «Видишь, Оля, Бог показал что-то этому врачу. Но также Бог показывает и нам через этого врача, что мы на правильном пути». Нелегко вносить изменения в нашу жизнь, но иногда мы должны делать то, что неудобно для нас. Мы должны рисковать, если это то, чего хочет от нас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok